Выбрать книги для этого разговора было сложно. Пришлось оглянуться на свою жизнь примерно до студенческих лет, когда, например, на втором курсе мне нужно было прочитать для курса истории зарубежной книгу Аруна Яковлевича «Категория средневековой культуры». Помню, что это было захватывающее и тяжелое чтение, потому что масса неизвестного, масса того, в чем ты плывешь. И конспект тут был необходим, и погружение полное, зато воспоминания о реально великой культуре, которую до тебя доносят не столько материальные памятники, сколько мысль человеческая, эту книгу поселила. Книга Юрия Николаевича Тинянова «Поэтика, история и литературы» «Кино» или, как ее называют, «Пилк» – «Зеленая книжка» – это энциклопедия гуманитарной культуры начала XX века. Это упругие, умные, сложные статьи одного из лучших русских филологов, которые снабжены колоссальным справочным аппаратом, созданным следующими поколениями филологов. И в условиях позднесоветских лет, в условиях отсутствия объективной, нормальной исторической информации, комментарии к этой книге представляли неисчерпаемый кладезь знания об этой эпохе и одновременно говорили, как вообще должен работать ученый, начиная от поиска информации, кончая ее оформлением. Когда я был на третьем курсе, я имел наглость написать рецензию в стену газет в Академии художеств на книгу Дмитрия Владимировича Соробьянова, чье столетие мы отмечаем в этом году. «Русская живопись XIX века среди европейских художественных школ». Она только что вышла в так называемой «Дубовой серии». Моё поколение хорошо помнит это почетное собрание трудовых отечественных искусствоведов. Я просто не мог не откликнуться на неё, потому что я её купил, нашёл, купил, прочитал с пометами. И эта книга как раз ответила мои потребности в том, чтобы глядеть на историю искусства не как на перечисление событий и описание произведений, а как некой концептуальный процесс. И вот Дмитрий Владимирович как раз сделал этот жест, концептуализировал нашу историю искусства XIX века на очень болезненном для той поры, да и всегда для нашего отечественного материале, а именно то, как наша культура относится к культуре Европы. Это было захватывающее чтение, и причём это было чтение, когда это мог спорить с авторитетным искусствоведом внутри себя, но при этом не мог соглашаться с тем, что вот ровно в этом направлении и нужно двигаться. Ну, наверное, последняя книжка, которую я вспомню, она в этом списке была, но она библиографическая редкость. Теперь эта книга без привлечения великого современного историка культуры и историка Карла Гинсбурга, мифы, эмблемы, приметы, которая содержит в его статье по гуманитарной истории, по микроистории, по истории искусства. Это человек, который для меня, безусловно, является образцом учёного и человек, на которого я хотел бы быть похож, если бы мне подарили ещё одну жизнь. Его работы – это всегда захватывающее чтение, которое начинается с того, что тебе предъявляют что-то знакомое, а выводы, к которым приходит исследователь, головокружительно на «вы». Субтитры создавал DimaTorzok